Легкоатлетические соревнования на призы Деда Мороза проводятся в Сочи уже много лет подряд. А недавно они получили новое оригинальное название – «Елка в шиповках». Действительно, без главного атрибута легкоатлета здесь не обойтись. Легкоатлетика – это королева спорта. Что тут на воздухе занятия. Это же замечательно, да? Не сидеть в школе. Посидел ребенок в школе полдня, приходит сюда, идет разгрузка у него, дышит воздух. За годы проведения этих соревнований уже удалось привлечь к занятиям легкой атлетикой сотни школьников. В этом году поучаствовать в «Елке в шиповках» приехало около 500 ребят из Сочи, Туапсе и Абхазии. Для 12-летней Арины занятие легкой атлетикой – семейная традиция. На тренировку девочку привел дедушка. Я люблю бегать только дистанции короткие. Я люблю бегать 60, 100 и 200. Просто на длинную у меня плохо получается. И я, наверное, думаю, должна учиться это больше делать. Ну, больше прикладывать усилий, чтобы у меня все получалось. Если ты прибежал последний, даже в последний забеге, это ничего страшного. Потому что иногда ты бежишь в таком сильном забеге, что даже если ты прибежал последний, твое время будет отлично. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту. По итогам соревнований те, кто покажет лучшие результаты, получат медали и грамоты. К тому же организаторы подготовили для победителей спортивные призы – книги по истории кубанского спорта. По итогам елки в шиповках составят сборную, которая уже 6 января выступит в Краснодаре на краевых соревнованиях по легкой атлетике. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.